Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романова. Стало известно, когда на Алтае наконец потеплеет. Штормовое предупреждение по морозам будет действовать до 28 января. Включительно, а затем столбик термометра начнет стремительно подниматься. Уже днем, 29 января, температура воздуха будет колебаться на уровне минус 10-18 градусов. В северных районах края пройдет снегопад, а вот 30 и 31 января на Алтае ожидаются уже сильные метели и на дорогах будет гололедица. Ну а пока остается терпеть морозы. Из-за них вот уже несколько дней не ходят автобусы из поселка Жирина Первомайского района в Новоалтайск и Барнаул. Больше половины жителей поселка вынуждены ежедневно ездить на работу и на учебу в университеты. Жилинцы боятся, что в итоге они останутся без зарплаты или даже их могут уволить. А студенты встречали Татьянин день вдали от Альма-Матер. Подробности в материале Дмитрия Буткова. Жители села Жилино попали в непростую ситуацию. Из-за сильных морозов отменили единственный рейс до населенного пункта. В итоге жители добираются давно в Алтайской или Крывой столице на такси. 11 часов дня на термометре минус 47 градусов. Поселок Жилино находится в низине, поэтому температура здесь на 5-7 градусов ниже, чем даже в соседнем Новоалтайске, до которого чуть больше 30 километров. После того, как в минувшее воскресенье столбик термометра упал ниже 40 градусов, в Новоалтайском ПТП решили не рисковать и не отправлять Жилино автобус. Уже неделю ждем, морозы не заканчиваются. Возможно, 3 дня еще тепло будет, там опять будут морозы. И как же нам добираться на работу? Я не одна такая. Нас полдеревни ездит. Сложной ситуацией оказались не только люди, работающие в соседних городах, но и студенты. Конечно, нужно съездить в Барнаул, встретиться с преподавателем по поводу курсовой работы, но не выходит из-за таких морозов. Поэтому и придется ехать на следующей неделе. И еще одна проблема села, отрезанного от большой земли. Здесь много пенсионеров, которым необходимо постоянно посещать врачей. Так как в самом Жилино нет поликлиники, а есть только фельдшерский пункт. Я социальный работник. Я не могу увезти бабушку, потому что рейсовый автобус не ходит. Я нанимаю такси, увожу бабушку по больницам. У жителей только один выход – заказать такси. Но такая роскошь не каждому по карману. За поездку до Барнаула в среднем придется отдать тысячу рублей. Даже если скооперироваться вчетвером, это все равно 250 рублей на человека. Что для Жилина большие деньги. До Новоалтайска – 800 рублей. Ситуация в Жилино вызвала обсуждение в соцсетях. Все смеются, смотрю. Я сам Жилинский и вожу людей в Алтайку по возможности. При этом не беру с них больших денег только на бензин. Собрать с одной деревни пять человек с примерно одинаковым графиком работы. И все дела. Договорились между собой, собрались кучей, сели, поехали. Мы связались с новоалтайским ПТП, которое обслуживает Жилино. Нам пояснили, пока столбик термометра не поднимется выше минус сорока, автобусы на маршрут они не выпустят. Дмитрий Бутков, Денис Кузьменко. Новости. Волшебный мир Антуана де Сент-Экзюпери ожил на рисунках более 600 детей из России, стран СНГ и Италии. Это участники международного конкурса «Мой маленький принц». Сегодня в Театре кукол сказка объявят имена победителей. Торжественный концерт награждения мы покажем в нашем эфире. Напомню, конкурс «Мой маленький принц» организовал художественный музей Алтайского края специально к 80-летию региона и Году экологии в России. Свои работы отправили школьники от 7 до 18 лет. Для создания картин юные художники использовали всевозможные техники. Гуашь, пастель, чернила, цветные карандаши, масло и даже роспись по шелку. 50 лучших работ попадут в фонд детского творчества художественного музея Алтайского края. Сегодня в 13 часов на Катунь 24 в прямом эфире смотрите торжественный концерт награждения «Мой маленький принц». Будет интересно. Кино без преград. Фильмы для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху покажут в кинотеатре «Премьера». Причем абсолютно бесплатно. В рамках программы «Доступная среда» Министерство культуры создало почти 40 фильмов наиболее самых популярных отечественных картин прошлых лет. Каждая из них снабжена субтитрами и тифлокомментариями. Это краткое описание действия или пространства, что позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху воспринимать все происходящее на экране. Известно, что среди картин представлены работы таких режиссеров, как Никита Михалков, Сергей Бондарчук, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и многие другие. Первый показ у нас состоится 31 января в 13.00. Ночь в Гаграх. Фильм. И небольшая новость о спорте. Алтайский стрелок Сергей Каменский завоевал три медали на международных соревнованиях Мэйтен Кап. Эти крупные старты проходили в Австрии с 19 по 23 января. Ну а пока у меня на этом все. Увидимся с вами позже. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok